Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Как относиться, что мужчина грубит, что им движет, в его семье были грубости, бывает так, что он психану скажет грубости. Наверное, не подумав, а мне неприятно, я об этом говорю, либо начинаю сама грубить ещё больше. У меня были и совсем напряжённые отношения, отец мне частенько грубит, раньше я обращал внимание на его грубость, сейчас игнорирую. Что делать мне, если отец не грубит, но его уже не изменишь, а вот как быть мужчиной, я не хочу, чтобы грубит была в моей семье. Такой вопрос у нас. Вот. Ну, а что же, я думаю, что ситуация здесь заключается в том, вот если так вот так смотреть прямо в суть, то ситуация заключается именно в том, получается, как вы реагируете на грубости. То есть, как вы, ну, её воспринимаете, это самое грубо. То есть, вы говорите, например, о том, что вам неприятно. Ну, вот, к примеру, вы говорите про то, что вам неприятно она, и, соответственно, вас это как-то задевает, ну, задевает, вероятно, вероятно всего. Вот что нужно, на мой взгляд, разобрать и поисследовать, так это то, что же вам неприятно. Вот. Не в смысле, не в смысле, не в смысле того, чтобы с этим как-то мириться, не в смысле, не в смысле того, чтобы как-то это, ну, принимать, да, не в смысле того, чтобы как-то это терпеть, а именно в смысле того, чтобы выяснить для ну, для себя, чтобы выяснить для себя столько, как вы в целом к этому относитесь, как вы это воспринимаете. Вот. Почему это нужно? Потому что, когда вы говорите, что вот, ну, что вам неприятно, когда вы говорите, что вам неприятно, с вами в этот момент что-то происходит. Вот. И, соответственно, что бы с вами не происходило, но так или иначе, это влияет, на то, как вы себя ведете. В том числе с, ну, вот, с мужчиной. с мужчиной. Это влияет в том числе на то, как вы ну, относитесь к грубости, как, как вы, вот, ее, ее воспри, ну, воспри, ну, воспри, воспринимаете, да. Вот. Как вы ее видите. Это самое, грубо. Вот. То есть, вполне, ну, вполне может быть такая штука, что вы как-то, вот, может быть, ну, фиксируетесь чересчур на ней. Вот. Хотя ничего такого, да, может в этом и нет. То есть, ну, ничего прям, уж сверх трагичного в этом нет. То есть, грубости между людьми это не нередко явление и, в общем-то, на мой взгляд, совсем без грубости не обойтись. Вот. Тем более, вы говорите, что сами начинаете грубить в ответ. То есть, вероятно, вот, у вас здесь имеет место быть некоторый конфликт. Ну, именно вот, именно вот конфликт, такой, скажем так, личностный конфликт у вас имеет место быть. вот. И соответственно, соответственно, я думал, что нужно в первую очередь, конечно, разобраться именно вам в себе. Вот. В том, как вы еще раз повторюсь, реагируете на грубости какие, вот, может быть, чувство вас это вызывает, как вы себя ощущаете, и так далее. Это первый момент. Второй момент заключается в том, что вы с этим человеком либо с этим человеком либо человеком. Ага. Ну, как-то выбирать, выбирать, быть вместе. То есть, вот, ну, условно говоря, я там, несмотря на его, там, допустим, грубо говоря, вы все равно почему-то с ним. Вот. Все равно почему-то вы с ним в отношениях находитесь. Ага. Возможно, здесь у нас имеет, ну, имеет место быть такая ситуация, что вы действительно переносите на ну, мужчину, да, свои отношения к папе и через него пытаетесь, значит, сейчас как-то, как-то ну, доказать значит, что-то 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 Вот. То есть, через взаимодействие со своим мужчиной. Через взаимодействие со своим мужчиной. Сейчас вы пытаетесь доказать что-то что-то заниматься вот, конечно. Конечно, это не факт, вот, совершенно не факт что-то так, но вполне может такое быть. вот, как мне показалось что у вас есть обида на вашего отца, на вашего вот папу. Вас присутствует обида на него. вот, несмотря на то, что вы говорите, что как-то вот не особо вас это уже волнует. да, но тем не менее, на мой взгляд вы тут как-то вот значит ну до сих пор вот на сливу папу обисят. Вот и естественно вот у вас это ну задевает и вы хотите как-то это исправить. Вот. значит что здесь можно сделать? Ну, во-первых, 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 я думаю что вам нужно как я уже сказал присобраться в себя это первое. второе второе что можно и что в принципе нужно это если вам как-то вот человек дорог ну в смысле вот мужчина если он дорог вот что имеет смысл ну налаживать общину с ним с ним с ним вот что есть учиться коммуникациям без бесконфликтным ну бесконфликтным коммуникациям именно учиться не конфликтовать по крайней мере деструктивно вот их помогут их помогут различные техники да такие как например техники я сообщения и так далее это ну это помогает это помогает это помогает помогает вот ну устанавливать такую модель взаимодействия да ну вот чтобы не скатываться в общение в деструктивное общение вот ну и зависимость от того а готов ли а сам сам мужчина на собой работать да вот зависимость от этого если он готов над собой работать то значит ему также нужна помощь значит психолога вот для того чтобы ну вот себе да разбираться то есть чтобы самому тоже вот учиться обращаться как-то со своими эмоциями со своими чувствами естественно вот ну и вам совместно обратиться к специалисту после того как вы поработали сами с ним вот и скорректировать ваши отношения вот вот тут основная цель не в том чтобы человека менять а в том чтобы вы вы смогли быть собой что есть именно вот чтобы смогли быть естественным и вы и он ваш ну мужчина вот на этом все желаю вам всего самого самого доброго буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу это позволит вам начать над собой работу удачи вам всего самого доброго